В прошлый раз мы изучали Евангелие от Иоанна, 15 глава, и там была такая тема у нас, что значит быть на лозе, или в Иисусе Христове? Что значит быть на лозе? Видите, мы немножко об этом говорили. А какие тезисы, может кто-то помнит тезисы, которые мы там вывели, быть на лозе? В результате приносит какой? Да, то есть смотрите, и мы сейчас делаем рецепт о том, что Иисус Христос на человека возглавляет ответственность за отношение с Богом. То есть Бог составлять человека не будет. Человек должен сам в себе пробуждать желание искать Бога, богоискателем быть. Да, потому что у нас иногда такое, я буду сидеть на диване, смотреть телевизор, а Бог не смотрит телевизор. Нет, так оно не работает. Я должен искать Бога. Потому что все люди, которые появились в этот мир, они все Бога-бога, они все больше Бога-бога. И Бог, что делает, и он себя возвращает в душу. Смотрите, вот такие четыре очень важных момента мы тоже рассматривали. Значит, первое. Наша ответственность будет искать Иисусом Христом, а не произвести плод. Помните, плод, любовь, мир, благочеркение, благость, милосердие, воздержание. Часто человеку, христианину, как будто бы кажется, что ему надо быть хорошим христианином. Быть добрым, любить. И часто люди об этом больше думают, чем о самом Боге. Иисус Христос говорит, что без меня не будет ничего. И тот, кто прибудет во мне, принесет много плодов. Если я начинаю пускать Иисуса Христовскую жизнь, в результате у меня на силу появляется любовь, радость, мир. Если я живу в грехе, то, конечно, у меня другие дела появляются. Второй момент. Такой призыв был стать чемпионом в жизни Иисуса Христовского. Расставить приоритет. Имеется в виду, что так как это моя ответственность, я должен стать лучше в этом вопросе. Проводить время с Богом. Третий момент. Мы то, что мы делаем, что мы делаем до нас, если вы видите, какие у меня единицы. Что я смотрю, что я слушаю, о чем я постоянно думаю. Это то, что прославляет Иисуса Христа. Это то, что Богу нравится. Или это то, что Бога огорчает. То есть сделать самоанализ того, что в голове происходит. И четвертое. Сколько времени в день я провожу в общении с Богом, с Христом. В молитве, в Библии и так далее. И почему? Не потому, что это надо. Потому что часто ты должен проводить время с Богом. Надо проводить время с Христом. Не потому, что надо. Я это делаю, потому что я люблю Бога. Можешь сказать, ты должен проводить время с твоей невестой. Слушайте, да с невестой, которую ты любишь. Да ты будешь проводить время, что ты ее любишь. А вот любить военкомат, это тяжело. Потому что ты должен проводить время с твоей невестой. А вот невесту любить, это просто. А вот у нас иногда, к сожалению, простите за внимание, отношение к Богу, как будто мы военкомат. Ты должен идти к Богу. Да не потому, что надо. А потому, что меня любил, он меня сотворил, он меня любит. Сегодня мы будем рассматривать такой интересный вопрос. Вот этот наш цикл принципа продуктивной жизни христианина. Это наша такая главная шапочка. Взращивание внутреннего человека. Быть святым или казаться быть святым? Это очень важный вопрос. Мы его сейчас будем тоже разбирать. Первое, что бы я хотел вам предложить, это прочитать библейский текст, который у вас на столе. У меня, кстати, еще один из текстов, если вы хотите. Так. Вот первый текст. На текст, когда я попрошу. У нас есть три минуты. Прочитать этот текст. И ответить на один вопрос. И ответить на один очень простой вопрос. Сейчас там... Какие хорошие новости мы узнаем из этого текста? Буквально три минуты. Я буквально заселяю. Какие хорошие новости мы узнаем из этого текста? Вот мы... Можно тезисно даже перечислить. Давайте первый текст. Первая Петра. 2, 9, 10. Хорошая новость. Какая у нас? Время пошло. Смотрите. Итак. У нас есть хорошие новости. Я могу вас поздравить. Я всегда жду честных. Первое. Раньше не народ. А теперь народ Божий. То есть раньше даже апостол Петр говорит, это даже был не народ. Это какой-то сборище непонятно кого. Следующий. Следующий. Избранный Богом. Помилованный Богом. То есть люди, которых надо было осудить. Они шли на суд. Их помиловали. Им дали мир. Как бы... Им провели милость. Принадлежащий Богу. То есть это... Мы не сами себе принадлежим. Принадлежащий Богом. Старственное священство. Это люди взятые в наследство Божье. Вот представьте. Вы живете. У вас богатый дядя. Очень богатый. Супер богатый. И он говорит. Слушай. Я решил тебя взять в наследство. И ты такой думаешь. Ну... Так... Вообще-то там вещи у них были. Я тут при чем. Он говорит. Да я решил. Я решил просто тебя включить в наследство. Понимаете, какая благодать? То есть Бог принимает решение у человека включить наследство. Который раньше вообще-то на него мог не противодавать. Но есть другой текст. Это называется... Знаете, как... Есть две новости. Хорошая и плохая. С одной стороны, мы такие, знаете, такие... Поднялись, сократили крылья. То есть еще... Святые... И тут вот второй текст такой прилетает. Галактика 5-я Галактика 8-й. Что мы с вами находимся? Какие у нас проблемы такие? Есть проблемы. Есть проблемы. Какими трудностями встречаются христиане, желающие исполнять Божьи воли? Ваши воли. Что? Ваши воли. Абсолютно верно. Еще что? То есть старая природа начинает и себе давать знать. Еще какую-то. Дух Божий хочет твою волю. И он противоречит, противодействует нашей греховной природе. Делать против Бога идти. Еще, друзья, какие мысли? Приходится делать не то, что ты хочешь. Абсолютно верно. Да. Ну да. Да. То есть смотрите, с одной стороны ты понимаешь, что как бы все очень классно, но как бы вообще... Но с другой стороны все очень плохо. Потому что я не дотягиваю до Божьего стандарта. У меня внутри происходит борьба. И многие христиане, когда приходят к Богу, они сталкиваются с очень сильной внутренней борьбой. Потому что они понимают, что тот стандарт, который от меня ожидает Бог, я не тяну. Но с другой стороны, я не хочу и без Бога уже жить. Но и мне и с Богом тяжело жить. И мне начинается внутренней борьба. И вот этот текст, это, кстати, апостол Павел, он поднимает эту проблему. И он... Это и мой текст. Такова там 5-та глава. И он поднимает эту проблему. Он как бы озвучивает себя. И первый момент он говорит, греховная природа. Представьте, при том, что у нас есть хорошее, что нам дает Бог прекрасное. У нас есть вот эта плоть, которую мы унаследовали от прародителей. А они от своих прародителей. А они от своих. И доходим до Адама и Ивы, которые приняли решение сделать, пойти против Божьей воли. Не покоряться Богу. И в противном случае они были изданы из рая. И человек, он вот это несет, проклятие вот этой плоти, греховных привычек, наклонностей. И часто, если вы, например, слышали такую фразу, фразу звучит так. Я умом понимаю, что это делать не надо, но внутри меня тянет. Понимаете, да? Почему? Потому что я умом понимаю, что это плохо, но мои эмоции, моя вот это внутреннее желание, тяга, греховная, на меня тянет. Она тянет меня на уголь. Так как теленка просто. И вот эта борьба внутри, и ты не знаешь, что будет слушаться. Или в своей плоти получить мимолетную удовольствие, да? Или ты понимаешь, что нет, я должен Бога слушаться, я Божий, я Божий. И вот эта борьба и разновидение, она присутствует у людей, которые однажды будут шлепать. Еще повторяюсь, одна вещь. Люди, которые живут не с Богом, у них борьбы это нет. Они просто тебе код потечит, как дохлая рыба, знаете. Ее там шлепнули, и она, ну, погуляется. Если внутри у меня есть борьба, и у меня там какие-то внутренние переживания, какое-то внутреннее судьбе я не буду делать, а я буду делать. То есть в тебе вот эта борьба оказывается, что ты живой человек. В тебе происходит вот этот... Второй момент. Она противится тому, что приходит от Божьего Духа. То есть Господь нас ведет, побуждает, дает на мысли, а я внутренний, я сопротивляюсь. Дух Святой желает не того, что желает греховная привычка человека. Человек делает не то, что хотел. И вот это проблема. Друзья, теперь вопрос. Вот с этим же там что-то надо делать. С этим же там что-то делать. Я могу так просто жить, да? Есть два пути. Смотрите, есть два пути. Там женщина с веселым ребенком. Он звучит очень просто. Это не я придумал. Это придумывается. И люди, которые занимаются развитием личности, да? Есть два понятия. Называется быть праведным или святым. Или казаться быть праведным святым. Скажите, пожалуйста, что разница в этих двух понятиях? Что такое быть праведным? И что такое казаться Бог праведным? В состоянии сердца. В состоянии сердца. Вот прямо ты. А может, мы выходим сюда? Так. Выходите? Пожалуйста. И тем, как мы сейчас рассмотрим этот вопрос, я бы хотел еще напомнить один библейский текст, который тоже у вас там есть в листочке, о котором говорил, значит, в ранней церкви было такое учение, называлось внутренним и внешним человеком. То есть, вот когда мы смотрим на человека в 21 веке, мы понимаем, что вот человек, мужчина, вот человек, женщина, но не обезьяна же, понятно, что человек, да? Вот человек, мы сейчас смотрим на человека внешнего. И вот заметьте, что все, что происходит в мире, оно все сконцентрировано на внешнего человека. Как ты одеваешься? На чем ты ездишь? Где ты работаешь? Кто у тебя друзья? А в какой стране ты живешь? И так далее, и так далее, и так далее. Все усилия направлены на внешнего человека. Ну, и неважно, что ты внутренне разрушенная, там просто скрипучая телета, да? Полумертвый человек. Но внешне ты выглядишь эффектабельно. У тебя дорогие чайники, ты на дорогой массивный видишь. И кажется, что вот, успешный человек. Посмотрите. Смотрите, как круто выглядит на своем бенсе. А внутри он просто разрушенный человек. И немножко на него окажет давление, он может вам рискать, где расписывается. Апостол Павел говорит, 2-й корейфянам 4-й говорится на спасение. Он говорит, но если внешне наш человек леет, то есть если мы внешне умираем, леет и умираем, и сливаем, мы стареем. Стареем, да? Ну, внутренне, садьян, и не знаю. Это очень хорошо, что мы видим каждый день возле нашего зеркала. Я смотрю такой, у меня уже там ствол, у нас это сезлеет, что-то выпало. Уже какая-то норщинка не та появилась. Я понимаю, я старею, я тлею. Мой внешний человек, он умирает. Все, он умирает, но он умирает долго. Кто-то умирает быстро. Ну, внутренний мой человек, он все. То есть возьми меня 10 лет назад, и возьми меня сейчас, что 10 лет назад, это намного более, менее залелый был человек, чем сейчас. Что происходит? Внешний человек умирает, внутренний возрастает. Апостол Павел поднял этот вопрос. Если перенести вот эту кальцию на духовную жизнь, вот ту жизнь, в которой мы с вами живем, и о которой мы сейчас говорим, точно похожая ситуация происходит в духовной жизни. Помните, два подхода. Каким образом нам быть, как нам справиться с вот этим раздвоением внутри головы. Смотрите, для того, чтобы справиться с этим раздвоением в голове, нам надо уяснить один очень важный принцип. Что такое казаться быть... Вы что, видите, да, царственное степень, священство, но вы взяты в удел, и так далее, и тому подобное. Смотрите, как в формате... Вот возьмем человека. Он хочет быть праведным человеком. Но священник же, понимаете, он же святой. Как вы думаете, в чем проблема, когда человек работает только на христианском грешне? Как это проявляется, в чем здесь проблема? Как это проявляется? Как это проявляется? Как это проявляется? Когда он может дать на других, это... Так. Так. Ага. 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 Это лицемерный человек, который меняет сборка лиц, а он тут такой святой, а тут, например, не святой. И вот. Игра, да, игра в большой театр. Игра в большой театр. Друзья, смотрите, я сделал небольшую формулировку, то, как я это вижу, представляю. Смотрите, есть ряд параметров, на которые надо обратить внимание. Первое. Это изменение поведения. Изменение поведения. Путем создания имиджа на должном человеке. это правильно ходить. Это делать выдущ на виду. Это руки вот так садят. Это говорить спокойно голосом. То есть, это такой вот набожный, такой вот он святой человек, да? Да, молиться нам пока, как вы видели. Умолит. Заучить порог красивый, хороший. ну, проблемы, естественно, возникает, что? Внешняя картинка, пассаж, красивый, но внутри там просто мыши, крысы, и все на свете. Внутри полностью разруха и развалюха. Нету внутренних изменений характера. Человек научился по-другому на пару частей автобрасов. А внутри абсолютно человек, живущий по своим греховным желаниям и похоти. Второй момент. Имеет очень быстрый эффект на человека. Не требует особого эффекта. Вот скажите, сыграть хорошего, святого человека. Сыграть. Это же абсолютно не проблема. Ты заучил роль. Нет, ты заучил себя роль. Как надо сидеть в церкви, например, говорить не мужчине сказать не жаль. Там женщина или сестра. Потом там можно какую-то красивую элиту в церкви почищать. Все, ты молодец, ты молодец, у тебя все получили. Да, Да, тут в церкви ты встал, там ты в церкви сел, тут ты песню сел, тут ты салон прочитал. Ты класс, актер. Ты молодец. Все, ты номинал на улице. Самый лучший актер года. Праведней года. Но проблема в чем? Третий момент. В результате человек не живет лицемер. Это проблема была в Теркви. И, кстати, Иисус Христос он вообще четко и абсолютно без всяких он их отвечал. Он говорит, вы лицемеры, вы внутри полных мертвых. Вы знаете, такая была такая людей хранили в склепах. Людей хранили в склепах. Кстати, как Христа. И внешне если человек был побогаче, то оформляли очень красивый склеп. Там были цветы, там были деревья, там садили смоку. Ты вот приходишь, и ты слушай, это же не гром, это просто привязывается. Но когда ты отвали вот это стадо, ну, где вовнутрь, там что внутри? Там все, там ничего и и потому и потому и то, что вы как вот эти гробы окрашенные, говорит, внутри которых пустят. Есть другой подход быть святым. Казаться быть святым и быть святым, это большая работа. Быть святым, что надо, быть святым? Друзья, давайте немножко поразумшнем. Что для этого надо? Вот, еще смотрите, взращивать внутреннего человека, который, помните, как апостол Павел, там текст написан, из-за дня в день он расцветает, он что там делает? Да. Смотрите, что надо сделать, чтобы человека взращивать внутреннего? обновляйся разума. То есть есть логика внутренней борьбы. То есть ты не пытаешься играть в эту а ты разбираешься, что у тебя внутри, что у тебя в душе находится. Еще друзья. У меня текст вспомнил в библии, что разум обновлять свой разум. абсолютно верно. То есть ты работаешь над тем, какие у тебя мысли, что у тебя внутри происходит. Еще друзья, какие предложения? Духом побеждать, Духом побеждать дела плотские. Об этом библии говорили. Смотрите, кстати, я вам скажу так, у меня все это вот это очень губное. У меня есть такой принцип, которым я стараюсь трендовать. Лучше меньше и хорошо запомнить и проработать, чем много и ничего не запомнить. Вот эту копоть я разделил на три части. Первую часть я поднимаю проблему. И мы сейчас на ней говорим. И даю направление куда на двигатель. Вторая часть копоти она будет больше направлений. Это я немножко делаю анонс. Но я думаю, что то, о чем мы сегодня поговорим, но этого уже достаточно. Я так думаю. Смотрите, абсолютно правильно с вами согласен, хорошие мысли. Давайте сейчас тоже списочек я подготовил. что такое выращивать внутреннего человека? Что такое быть святым человеком? Первое длительный процесс внутренней духовной трансформации под действием Святого Духа. Невозможно стать невозможно соответствовать посаду в порядок свой дом. Понимаете, да? То есть приятно войти в красивый дом и ты заходишь и такой дом красивый. И запах приятный приятный дом который внутренне красивый Второй момент внешние изменения происходят в результате духовного обновления. В чем разница двух подходов? Первый подход я работаю на можно имидмейкера нанять которые умеют как создать праведного человека. Но второй подход в чем его суде. В каком-то смысле да ну как я выгляжу люди но я понимаю что настоящее это когда я внутри меня начинает проявляться этой энергии. То есть если я внутри добрый то и внаружи я буду добрый. Если я внутри злой то как бы я не играл доброго ну в любом случае рано или поздно я все равно покажу свою злость. Это просто вот так работает. Если я внутри люблю то я буду любить и снаружи. То есть работая над внутренним социальным сердцем работая над моей внутренностью то что делает оно рано или позже начинает проявляться наружу. Это все внешние изменения приходят в результате духовного обновления. третий момент требует внутренней дисциплины причиняя себя с макародами. Мы что по природе бунтарей вы понимаете? Вот вы кстати с Сашей сидели немножко об этом говорили. Вот я даже по своим детям смотрю. Вот я говорю я свою заберу Эльза это макароны. Она говорит нет папа это лапша. Я говорю это макароны. Она говорит нет это лапша. Я говорю это принцесса. Она говорит нет это королева. Почему? Потому что в ребенке внутри уже заложено дисциплина сантаза. Это просто такая природа. Например когда ты понимаешь что ребенок тебя слушался и не потому что он просто тебя не хочет у него даже нету какой-то плохой мысли то есть это проявление детского конфронтанта. Так вот для того чтобы себя подчинять Богу это работа внутренне своим состоянием сердца. Это наша ответственность. Вместо нас это никто не знает не быть. И человек говорит я лучше фасад иду в порядок а внутри буду жить в так же руку. И смотрите в результате что получается в результате что мы получаем на выходе в результате внутренней человеком скажите пожалуйста возможно стать святой святой знаете хорошо окей я понял что в вашем понятии означает святой человек кто как это понять правил кто это такой как вы как вы решили интересно исполняет исполняет божьи год еще 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 Такие вы, 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 вы. Хорошо. Хороший, вот комментарий чудесный. Может еще есть варианты? Это и люди. Вот это Степана правильно. Вот это раньше грубо, а это раньше был какой-то подарок, наверное, был, я не знаю. Когда у нас встал вопрос собирать пожертвования, я думаю, ну смотри, какая красивая красная коробочка. Что мы делаем с этой коробочкой? Мы вывезли в ней такое отверстие, и она не стала идеальной. То есть она не стала светить, что на ней нету там нимба над этой коробочкой. Она стала светой. Знаете почему? Потому что эту коробочку отделили на особое служение. Собирать пожертвования. Она стала светой. Это не потому что она светится, не потому что она там можно укону написать, что эта коробочка нет. Потому что она отделена. Так вот, в Ветхом Валенте, когда говорит Бог, высвятой народ, народ праведный, люди взяты в его дел, чтобы возвещать, как там написано? Чтобы возвещать? Отделище дела Господни. Что делает Бог? Он берет на нос вот эту коробочку. Отделяя. Это не всегда. Как-то с этого момента ваше назначение меняется. С этого момента вы принадлежите Богу, вы особый Божий народ, для того, чтобы проповедовать Божью любовь, проповедовать Божью истину. Вы поменялись. Ну, человек говорит, я готов, конечно, я буду сейчас проповедовать. А у самого, слушайте, там беда. В общем, и слова плохие, изо рта изрыгаются, выливаются, вылетают. Там немножечко, ну, пузырек любят придавить там вдруг где-то. И у человека происходит раздвоение. С одной стороны, Бог на меня возлагает определенную тесность, возвещать мне Господню. А внутренне у меня старые привычки, эти желания, эти стопорные, они устрелятся. И вот тут начинается раздвоение порядка. Так вот, друзья мои, для того, чтобы соответствовать фасаду, или тому, как меня называют, и тому, который должен быть по-настоящему, это занимает время, это процесс. И в этом участвуют две личности. Кто участвует в приведении человека в состоянии? Вне своего, внешнем и внутреннем. Кто участвует в две личности? Вот эти две личности работают с формированием, привестись в соответствующий человек. Вот, в принципе, вот так оно происходит. Вот, давайте возьмем еще такой пример. Вот возьмем вот этот стаканчик. Вот когда, ну, представьте, что этот стаканчик делает мастер. То есть, это не на заводе их хлебает, там, под миллион штук работают, а ее делает мастер, вырезая из сутка дерева. Вот этот стаканчик. А может быть, просто делает его из сутка дерева, или из сутка дерева, что делает мастер? Он берет полено. Видите, у вас оно такое грубое, какое-то полено. И он, значит, это будет стакан. Все, это у меня стакан. Он ставит это полено. Потом он берет стаканчик. Ставит это полено в стаканчик. И начинает проводить сутку другую работу. Острое зубило. Там, или не зубило, а это стамеску. И начинает вырезать из этого состояния стакана. Проходит процесс резки, шлифовки, обрезки. Конечно, первоначальное состояние стакана, которое было то и другое, совершенно разное. Но в руках мастера происходит работа над одним стаканом. Есть одна проблема. Если кто-то в него поделил, в него поделил, в него в условиях этого стакана, есть одна проблема. Если вот эта заготовка имеет стучок, то у вас ничего не получится. Дефект. Выходите с вами в стакан, если что-то такое, пум, отлетает из дырка. Поэтому, это как бы такой дефект. Поэтому, смотрите, друзья, с одной стороны, Бог выбирает нас как болезнь. Он выбирает... Самое главное, Богу не мешает. А еще лучше помогать. Как это делать, будем говорить в следующий раз. Итак, это процесс, это иногда болезненный процесс, но это процесс внутренний. Это не внешний процесс привести себя в состоянии, а это внутренний процесс. Вот. Смотрите, друзья, какие, может быть, у вас есть вопросы на эту тему? И мы сейчас поделимся в группах и немножко порассаждаем, какой-то у нас будет обратный случай, немножко друг с другом порассаждаем. Подумаем, как это можно воплотить в нашей жизни. Воплотные проблемы. Воплотные проблемы. Смотрите, сейчас предложу вам два подхода к этому вопросу. Первый подход, который мне в семинаре. Я когда-то учусь в семинаре, мне только разговаривали нашему, ну, доктору богословия, такой ученый густ. Он тогда на такие вопросы отвечал очень простым ответом. Это тайна. Есть другой подход. Смотрите. То есть, первый, это тайна. Вы запомните, все запомнили. Процесс избранной работы, это тайна. Честно говоря, вы мне спросите, Сережа, как Бог тебя избрал? Я не знаю. Почему мне Бога мне хорошего нашел? Ну, что-то Бог мне хорошо. Есть другой подход. Называется, мы избираем будущий густерам. Вот этот подход. Смотрите. Вот представьте, есть парень и девочка. Вот они друг друга заметили. Вот они учатся вместе. Там где-то. Будем. И вот они друг друга заметили. И вот парень приглашает девушку. Так вот. Та девушка, которая ее уже это выпало выбралось до этого. Она не судьба. А теперь я объясню, почему. Потому что это должно быть часть от ваги. Да. Ну, то есть, он кто избрал, а фишка в том, что она его уже до этого избрала. Просто женщина начинает активную позицию, но ждет. А мужчина активную позицию. А теперь другой вопрос. Парень избирает девушку, которую девушка не избрала. Что происходит? Он говорит, парень, до свидания. Так вот, нам докажется, что мы как бы Богу избрали. Если Бог нам дает свой страну. И наоборот, что Бог нас избирает, он нас избрал. Но у нас отказ, мы нежелание быть Богом. Что делается? Это избрание снимает с повестки. Написано в Библии. А? А? Так вот это же, это же вот этот вопрос. А здесь смотрите. Написано как в Библии. Бог не хочет снимать с девушкой, но хочет, чтобы... Я на третьей главе. Вот мы можем задать вопрос. Сердей, а что хочет Бог в отношении к войне? Кто хочет Бог, я вам скажу. Бог хочет спасти всех людей. И вообще до последнего человека. Теперь, но почему же люди не спасают? Но если Бог хочет с ним спасти, почему люди не спасают? Потому что люди, люди не хотят быть Богом. Бог хочет быть людьми, а люди не хотят без Сын. Да, и понимаете, и вот как это работает, это, вот это тайно. Почему? Почему? Потому что Бог создал человека с свободной волей и звездой. Бог принимает решения. Бог не, он не пытается человека переломать в их целье. Нет, а ты будешь со мной, а я вот заставлюсь. А, ты не хочешь? А я так делаю, что ты будешь. Ну, то есть, Бог не такой, Бог это любовь. Вам любить с ними есть. Это все равно, что, знаете, ну, вы не можете заставить ребенка вас любить. Попробуйте заставить его любить. Вы можете только в нем пропускать себя. Вот. А заставить ты не сможешь. Это будет конфликтация. Это будет страх. Ребенок... Написано же, библика. Людей не будет страх. Да? Если я пытаюсь воздействовать на человека путем страха, в этом уже нет людей. И страх, он подавляет любовь. Вот. Поэтому, друзья, вот это очень важный момент в избрании понять, что если у меня, кстати, Бог наслаждал, все, но не все приняли это избрание. Все. И вот это тайна. Тайна происходит посередине. Хорошо, друзья, давайте мы сейчас поделимся на группе, да? И друг с другом поделимся следующее. Мы можем 10 минут, окажем, взять на этот, как это англичане говорят, reflection. Вот. Рефлексия, как у нас еще такое модное слово есть. Мы сделаем, немножко порассуждаем над тем, что мы говорили от этого.